привет всем подписчикам канала дневник рыболова ребята сегодня снимаем видео исключительно по просьбе подписчиков так как я обещал еще середины зимы снять видео о монтаже кармак вот таком народном монтаже ребята что нам понадобится нам понадобится ванилин нам понадобится сама пружина в моем случае это пружина арбуз как вы видите шнур шнур 028 вот и полиморфус для чего это нам будет необходимо сейчас я вам все покажу итак ребята нам понадобится кипяченая вода как только мы ее закипятили берем ванилин высыпаем наш кипяток и тщательно все перемешиваем чтобы он полностью растворился у нас получилось полное растворение запах шикарный берем полиморфус берем пару щепоток ждем пока растворится он похож на икру такие зернышки и так ребятушки он у нас растворился превратился в такой вот силикон теперь берем краситель зеленого цвета добавляем добавили начинаем замешивать он ребята очень послушный превосходный запах ванилина у него сейчас чем ему преимущество ребята он без запаха он не токсичен абсолютно можно лепить с нему любую форму которую вам необходимо вот чтобы разогреть его снова опускаем воду превращается вот в клееночку как вы видите и так еще раз замешиваем и бросаем кипяточек наш теперь берем пружинку нашу кормушечку и делаем следующее действие отрываем кусок основной бросаем в кипяток и залепливаем итак ребята полиморфос застыл теперь приступаем к монтажу убираем полиморфос наш берем нашу пружинку пюнингованную берем наш шнур 028 и пропускаем сквозь наш арбуз пропускаем чтобы у нас она была вот так вот теперь берем обычный бисер ребята постоянно спросите какой обыкновенный бисер воду и вот кто мы после часть одеваем его вот так вот берем бельтрюк берем литужок и завязываем в начале вот что у нас получилось внизу вот такой вот монтажек теперь переходим наверх здесь у нас остался отрезок 30 сантиметров шнура берем снова нашу бусинку и одеваем ее все одели и отступаем сантиметров 7-8 от кормушки все отступили мы 7-8 сантиметров наша наша бусинка скользящие берем кончик и заводим еще раз бусинку протягиваем немножко и заводим еще раз ребята не удобно на весу делать но чтобы поближе показать вам делаем еще колечко вот вот еще одно колечко то есть два раза заводим завели а теперь пропускаем вовнутрь и затягиваем оп мы затянули и у нас получается как стопор она нас не двигается никуда то есть вот наши 7 8 сантиметров наша бусинка зафиксирована теперь берем следующую одеваем ее вот по центру вот она у нас находится но она у нас будет скользящая ребята берем еще одну и одеваем одели отступаем буквально там 5 миллиметров и проделаем то же самое заводим один раз все затянули обратите вот эти у нас стопора они стоят мертвого от центрального нас двигается все теперь будем вязать поводки этот монтаж мы сделали практически теперь большой ветвюх завязан верху берем теперь нить моем случае уже 0 18 послабее на крючки ну на вашем месте вообще леску взял бы вот в случае зацепа чтобы вы не теряли всю снасть отрывает через чисто крючки ладно начнем вот наша нижняя часть берем нашу нить и привязываем поводочки все к нижнему я привязал поводочек сантиметров где-то 13-14 теперь берем здесь верхняя часть обратите внимание у нас два глухих стопора и один который у нас скользящий вот к нему мы к центральному и привязываем наш поводок привязали к бусинке теперь отмеряем чтобы вот в таком положении чтобы наш поводок заканчивался сантиметр где-то за пол сантиметра до низа кормушки чтобы у нас поводки между собой не путались здесь отрезаем все два поводочка у нас готовы теперь крепим сюда крючки крючки ребята можете крепить любые по желанию на которые вы любите больше всего ловить я буду крепить вот такие вот крючочки бог уже загнался в палец вот раскрою тайну тагомок акцию крючки но мне мне нравится на них ловить и так монтируем на наши поводочки и так ребята почти самый рабочий монтаж это кормак народный потому что это единственное единственный монтаж который работает везде но что я хочу вам еще рассказать мне часто пишут в личку по поводу того что есть какие-то монтажи которые пропитаны там проваренные из издают типа из запах какой-то себя ребята все это чес по одной простой причине я неоднократно мне были моменты когда я пропитал чистые пружины по два по три месяца они мне лежали в ароматизаторе то есть когда их доставал допустим с ароматизатора запах был такой что выедала глаза но при первом попадании в воду этот запах испарялся а при втором забросе и след вообще исчезал от него так что не верьте вы в эти сказки что можно металл чем-то пропитать почему я использовал именно полиморфус потому что это экологически чистый продукт при учете того что когда мы его плавили мы уже заложили в него запах это первый плюс этого монтажа то есть если даже каша у вас размоется от него идет приятный сейчас аромат именно ванилина то есть на этот запах рыба подойдет но мы еще и до конца все сделали сейчас мы сделаем маленькую доработку у нас еще с вами остался полиморфус мокренький сейчас покажу что мы будем делать дальше морфус увидим еще немножко осталось его таком виде с горячей воде себя идет как пластилин достаем отрываем просто назад воду лишние и делаем почти шарик берем наш крючок и обматываем делаем с него мормышечку все застыл наш пластик полиморфус вот получились у нас такие мормышечки мормышечки можно делать любой формы ну покажу для чего вообще все это я делал объясню начнем а теперь вкратце я объясню почему я сделаю на так во первых я пропитал план пластик ванилина как я уже говорил то есть если размоется прикормка в кормушке соответственно рыба все равно подойдет на запах ну а на крючочках у вас будет приманка для чего сделал с них мормышки именно с пластика и почему добавлял зеленый свет сейчас я все вам ребята объясню вот вы на рыбалке у вас обязательно должен быть с собой фонарь включая фонарь светим на нашу кормушку светим на наши крючочки и гасим свет и что мы видим хотя в комнате не совсем темно вот сейчас мы сделаем полностью темно обратите внимание вот что у нас получается с вами вот наши мормышечки вот наша кормушечка помимо запаха рыба отреагирует на вид а если еще это вас будет шевелиться на траве или где в любом случае не факт что именно это возьмется и на мирная рыба поэтому вот преимущество этого пластика господа это надо завершать наше видео еще раз повторюсь что крючками я просто отвечаю сразу на ваши вопросы ребят крючки я использую или гамакатсу или использую крючки гюрза еще тоже прекрасно почему называют бренды потому что эти вопросы задаете по шнурам использую я power pro шнуры вот и постоянно со мной на рыбалке везде это полиморфос пластик почему я выбрал его ребят я где-то случайно наткнулся в интернете на ролик увидел какие чудеса с него можно делать я сразу понял что в рыбалке будет незаменимая вещь обратите внимание как с ним легко пользоваться смотрите при на жаре он не плавится плавится только в кипятке в горячей воде сохнет при обычной комнатной температуры мало того вы можете обратно положить это в кипяток и переплавить убрать его вообще из крючков из кормушки но вы видите для чего это сделал для запаха и для вы можете допустим не заряжать его то использоваться днем и ночью не не светить на него фонарем и светиться под водой не будет но запах издавать он будет второй момент ну думаю ребята показала все таки вами название и производителей как вы меня просили в комментариях и в сообщениях личных ребятушки но больше обзоров и делать не буду уже будем летом сама чисто рыбалки вот как выглядит кормак самый уловистый монтажи я вам показал дорабатывать все остальное вы можете делать все сами поэтому спасибо за внимание спасибо что смотрите ребята спасибо что пишите может я не успеваю кому-то ответить ребят но я обязательно отвечу потому что он у него не успеваю много слишком сообщений и обязательно всем отвечу поэтому такой вот небольшой ролик про монтажи и что можно с этим делать так что ребята всем пока до новых встреч на водоемах